Сегодня мы чествуем блистательную балерину, народную артистку, педагогу и репетитору Людмилу Семененко. И в ее честь на сцене Большого театра показываем балет «Лебединая поза», в котором мы приготовили очень много сюрпризов для нашей любимой Людмилы Семененко. Для меня ее имя – это юность, это красота, это невероятная легкость. Это все то, что мы всегда наблюдали, когда она выходила в различных образах, в различных спектаклях на сцену Большого и других театров мира. Людмила Семененко – это человек, который одержим своей профессией. Это человек, с которым любили работать педагоги. Это человек, с которым обожали танцевать партнеры, лучшие танцовщики балета Большого театра. Все, что я сегодня хотел бы сказать в адрес Людмилы Семененко – это только огромное спасибо. за те годы, которые она отдала русскому балету. За то, что она всегда несла людям радость. Она дарила зрителям праздник. Я вспоминаю конец 60-х годов, когда впервые москвичи увидели совершенно очаровательную ученицу Ленинградского тогда хореографического училища Люду Семенякову. Это было на сцене зала Чайковского, был конкурс балетмейстеров всесоюзных. Она танцевала прекрасный номер в постановке Генриха Майорова «Мы». Это всем запомнилось, во всем, кто любит искусство балета тогда, потому что уже в этой девочке было видно ее будущее. Она так танцевала заразительно, так жизнерадостно. Такие были какие-то просто глаза ее, я помню. Они, по-моему, до сих пор этот номер стоит в моих глазах. И потом, через буквально 2-3 года, Москва, международный конкурс артистов балета. Люда участница конкурса, и уже она танцует очень сложную программу, уже сложный ПДД. Она стала лауреатом этого конкурса. Два года ее работы в Кировском театре, и вот она получает приглашение в Большой театр. Я помню ее на сцене, я помню все ее роли, все ее спектакли. Она обладала прекрасной школой ленинградской. У нее была какая-то природная, вот легкая танцевальная координация, естественная, что дается не каждому. Потому что, когда мы смотрели на нее, она так все делала легко, без всякого труда, преодолевала все технические сложности. У нее была своя индивидуальность. Это была Людмила Семеняка, ее ни с кем не спутаешь, что чрезвычайно важно для балерины. И потом она была обаятельная, красивая на сцене. Вот такой вот какой-то комплекс притягивал профессионалов, потому что они давали высокую оценку ей, как балерине, ее творчеству. Я участвовал во многих с ней спектаклях. Это «Спартак», «Лебединое озеро», «Иван Грозный». Но больше всего я, наверное, помню, когда мы с ней вместе танцевали «Ангару». Потому что наши герои в спектакле были молодые люди. Это была такая очень искренняя, трогательная любовь. Валентина и Сергей, знаменитая из «Ангары», трагическая даже, требовала от нас другого настроения и наполнения. И мы, естественно, как-то вдвоем это чувствовали. И поэтому это было единое целое, и мы очень эмоционально вживались в это во все. Валентина и Сергей, знаменитая из «Ангары» Сейчас мы уже с ней вместе работаем, вот как репетиторы, со своими учениками. И часто вместе, вот в одном зале с ней, и очень часто, когда я вхожу в зал, она всегда говорит, «О, мой Сережа пришел». Вот такие какие-то вот такие трогательные отношения. Я что я хочу пожелать? Чтоб мы все время виделись еще долго-долго вот в наших балетных залах, творили с нашими любимыми учениками и творческого горения ей на долгие-долгие годы. Сегодня в балете «Лебединое озеро», который мы посвятили юбилею Перемьи Семеняки, на сцену Большого театра выходят ее ученики. В партию «Адетта Адилии» танцует наша звезда, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. В одной из сверстниц принца Зигфрида выходит Елена Андриенко. В партию «Испанская невеста» сегодня танцует Анастасия Ниськова. Еще одно юное очаровательное создание Маргариты Шрайна, которая только начала свой творческий путь в стенах Большого театра, впервые выйдет в четверки маленьких лебедей. В рамках этого спектакля у нас дебют. Впервые в партии принца Зигфрида выходит наш новый великолепный танцовщик Дэвид Холберг. Вся труппа балета Большого театра сегодня танцует с особенным настроением, потому что сегодня они свой спектакль дарят юбиляру нашей очаровательной Людмиле Семеняте. Лучшей доли я себе не пожелаю, потому что это вот мой педагог абсолютно, и мы в чем-то похожи, в чем-то нет, но это как-то как моя семья уже. Мы знаем друг друга, мы чувствуем друг друга. Сегодня утром мы репетировали «Лебединое озеро», и Людмила Ивановна почувствовала, что я немножко такая расслабленная, наверное. И она немножко меня даже так пожурила, заставила меня, так сказать, пять раз повторить одно и то же, и я как-то проснулась и начала шевелиться, так что, ну все, конечно, с юмором, как за репетит, она сказала, ну что, я строгий педагог? Конечно же, нет, не строгий. Я восхищаюсь ей как балериной, то есть я смотрю видеозаписи, это что-то невероятное. Она потрясающая актриса, с большой буквы. Большое счастье для меня и огромная честь, что я являюсь одной из учениц такой величайшей балерины. Фарфорная статуэтка. Она настолько была эстетична и совершенна в технике, что это главное у нее. Она этим покоряла красота, пропорции, и, конечно, талант, энергетика и индивидуальность. Я был партнером ее в Жизеле, как Альберт, вот с ней. А так помогал ей в Америке, выходили четыре кавалера, она салаврова, блистательно, а я выходил четверть кавалеров. В общем, волновался свою жену. Конечно, Спартак мы танцевали вместе. Поначалу было трудно мне, потому что она Ленинград, я Москва. Она форма, я чувства. А потом как-то мы шли на свечную другую. И она понимала, что чувства необходимы, и я понимал, что чувства определенные, определенную форму тоже необходимы. Потому что получалось неплохо. Я думаю, что это одна из величайших балерин 20 века. Потому все, так сказать, капризы прощались. Когда человек талантлив, прощается все. В честь Людмилы Ивановны было как-то, ну, скажите, по-домашнему. Это мой близкий человек, мой педагог. А с другой стороны, было очень волнительно, потому что столько гостей сегодня пришли чествовать ее. Я сегодня воплощала ее, замыслила ее работу на сцене. И был огромный успех. Когда я пришла в Большой театр, я не была московской балериной. И при том, что я всегда остаюсь со школой в Агановской, Людмила Ивановна помогла мне совместить все. Открыла во мне какие-то новые качества. Хочется пожелать ей огромного счастья, много-много здоровья, чтобы ученицы давали ей силы, бодрости и много-много энергии. Я очень благодарна всем, что мне вот сегодня спектакль подарили мои дорогие артисты. Но я же делаю не одна все в этом театре. Мы же все вместе это делаем. И поэтому сегодня в зале присутствовали мои друзья и коллеги, с которыми я проработала всю свою жизнь. И теперь я работаю в качестве педагога с их учениками, которые у них учились. Так что мы работаем, продолжаем все вместе. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok